Бог создал человека и вдохнул в него жизнь. Учебник по истории для шестого класса удивил украинцев. В сети обратили внимание на странности в украинском школьном учебнике по истории для шестого класса, в котором утверждается, что человека создал Бог, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми, так как у них нет духовности. Об этом рассказала мама шестиклассника Анна либо в фейсбук-группе Батьки Сос. Речь идет об учебнике Всемирная история. История Украины интегрированный курс для шестого класса, авторы Александр Бандровский и Виталий Власов, 2019 года. Выпуска. Женщина рассказала, что ее сын попросил почитать учебник, и вскоре сама она испытала калейдоскоп эмоций и узнала много удивительных вещей. Я читаю. Шок. Почитав абзац, я переворачиваю на титулке, чтобы проверить какой мы читаем предмет. Шок. Еще страница, мы уже немного истерично смеемся. Читаем. И когда я дохожу до страницы 17, где написано, что эти теории все о происхождении человечества полный бред, так как создал Бог человека и вдохнул в него жизнь. Сын. Говорит мама, не прикалывайся. Я говорю, не я. Здесь написано. Он не верит, берет учебник в руки. Шок. Описала впечатление от учебника пани Анна. Женщина задается вопросом, что же делать с этим учебником, который больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем истории. Короче, столько текста, а информации для ребенка, повни ноль. Зато вопросы по существу и очень интересные. Где ребенку на них ответ брать, если учебник говорит, что у неандертальцев не было духовности, люди, поэтому они не первобытные люди. Бог создал человека и вдохнул в него жизнь, пишет она. Ранее сообщалось, что в украинских школьных дневниках прославляют Ленина и Тимати, из-за чего разгорелся скандал. Напомним также, перед этим мем с грустным Киану случайно попал в учебник по истории для 10 класса.